Продолжение следует... 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 Ставьте меры. Современные течения развиваются у нас и в районных больницах. У нас эндопротезирование как-то производится и в районных больницах. И не только эндопротезирование. Блокирование ростового синтеза используется очень широко, пластины с угловой стабильности. Ну, может быть, для Москвы, конечно, это уже давно пройденный этап. Может быть, Николай Васильевич даже улыбнется немножко. Но если это даже в центральных районных больницах у нас выполняется, это уже все-таки хороший результат, большой достижение. На кафедре травматологии нашего медицинского университета обучается в несколько раз больше ординаторов, чем это было в предыдущие годы. Вот сейчас в этом году у нас 14 ординаторов, 9 аспирантов, 9 интернаторов. Вот, казалось бы, что может привлечь внимание наших аспирантов? Зарплата смешная, чуть-чуть больше 6 тысяч рублей. Но ведь надо заниматься и студентов вести как преподавателей, и научной работой заниматься. Но, тем не менее, видимо, наша профессия настолько привлекательная, что люди согласны даже, так сказать, на такую маленькую зарплату, но для того, чтобы делать большое общее полезное дело в нашей профессии. Ну, и сертификат специалиста теперь, к счастью, нельзя получить за 4 месяца. 4 месяца там получился немножко, где-то и все, ты уже травматолог. Нет. Чтобы стать травматологом, нужно минимум 3 года хотя бы, хотя бы ординатору. Но предполагается, что ординатору теперь у нас будет 3 года. На базе кафедры производственной медицины с курсом травматологии теперь могут повышать свою квалификацию врачей из любого региона России и из-за рубежа. Ну, что затрудняет работу и какие проблемы? Вместе с источников финансирования. Вот Петр Васильевич знает и подтвердит мои слова. Сложно с этим потоком бумаг по Манкаусту. Проходите в портре места самые дорогие. Проходите. Для беспрямоиды работы не хватает необходимых имплантов для остеосинтеза и эндопротезирования. Ну, вот получается, что иногда мы можем только по платным услугам оперировать. И то, если больница не закупила, допустим, определенное количество протезов по платным услугам, то мы их не можем поставить, а человек хочет, да? И получается, что клинике, что не нужны деньги. То есть, вот эти вот, так сказать, урегулировать надо как-то, наверное, вот эти вот проблемы. Необходимо большее количество операционных и полуторасменных операционных рабочих. И мы давно об этом говорили. Конечно, не хватает карты. Конечно, сложно все это найти, я все понимаю. Но мы помогли делать 8-9-10 операций в день, а получается только 6, ну, максимум 7. Ну, и нерегламентированные взаимные провали обязанности кафедры клиники. Из-за чего профессиональный потенциал кафедрального работника бывает невостребован. Ну, все эту проблему знают. Несмотря на технические и финансовые и экономические трудности, мы делаем замечательные операции и помогаем пациентам вернуть здоровье и прежнее качество жизни. Однако мы не должны забывать, что результат нашего ежедневного тяжелого труда зависит от многих обстоятельств. В частности, сделать операцию это еще не все. Мы должны уметь провести комплексное медикаментозное лечение и реабилитацию пациента. И как основной исполнитель операции должен занимать эти обстоятельства и уметь влиять на них. Мне очень понравились слова Антона Павловича Чехова, который сказал так. Врач должен знать многое, а уметь еще больше. Ну, а Виктор Сергеевич Савелев, главный хирург Советского Союза и потом России, до недавнего времени, он говорил, что врач должен быть постоянно учащимся к хирургаменту. Да, мы делаем хорошие операции. Это вот использование ПРП, ликвидированных факторов роста, которые мы можем вводить в полость ложного сустава. Это использование методов пластической хирургии, имплантов наших отечественных. Это элементы микрохирургии. Здесь шов лучевого нерва одновременно с остеосинтезом. Это блокированный остеосинтез. Это замещение обширных дефектов костей черепа. Эту операцию я выполнял вместе с нейрохирургами. Это в хампустиологии мы такие операции проводим. Мозговая грыжа на фоне ожога четвертой степени. И вот пластик, лоскоп, на широчайшие мышцы спины, и потом на грануляции расщепленным кожным лоскопом. Это аппарат внешней фиксации при множественных переломах таза, нестабильных. Это перемещение, здесь микрохирургической техники не нужна, сурального лоскопа. Очень плохо, вы знаете, заживают раны в нижней третьей болени. Это самая проблемная зона. И вот суральный лоскоп очень часто спасает. Не надо пересекать сосудистую ножку, не надо шинить какие сосуды. Он перемещается, как островковый, и решает очень много проблем. Это лоскоп широчайшей мышцы спины. Видите, в такой тяжелой ситуации, когда, собственно говоря, такую конечность, наверное, надо бы ампутировать. Но, тем не менее, вот эта конечность просима. Это все делают наши специалисты. Это тоже отделение конкустиологии. Видите, это в четвертой степени пальцев. Не важно, что это кисть левая, но это кисть манипулятор. И для того, чтобы все-таки ее спасти, здесь тоже понадобились элементы пластической хирургии. И вот видите, все-таки человек кистью может пользоваться. Ну, эту фотографию я уже показывал, но не показывал вот эту фотографию. Этот человек, вот, пожалуйста, вот что у него было с лицом, да, это ожог вольтовой дугой, под ожоги четвертой степени с деструкцией височной, скуловой, костей и так далее. Здесь тоже мы сосуды не шили, не какие-то островковые лоскоп широчайшие мышцы спины. Вот видите, молодой человек даже весьма и приятные наручности, даже немножко пикантная внешность, да, и родил ребенка, и все нормально, все хорошо. Ну, для того, чтобы, я хочу повторить, что сделать операцию, ну, нет, так сказать, 50%. Да нет, наверное, 50%, наверное, больше. Тяжело в операционках, это очень тяжелый труд. И ноги, и спина, и нервы-то, особенно если это операции большие, длятся больше, там, двух или трех часов. Ну, мы не должны все-таки забывать, что и послеоперационное течение, ведение пациента, это тоже очень важный процесс. Ну, может быть, такая пустячная вещь, как рубцы, да. Ну, ладно, хорошо, что этот мальчик, к которому мы взяли эту лоскоп широчайшие мышцы спины, чтобы угрыть огромный дефект на рулени. Ну, и мальчишка, там, юноша, лад, бог с ним, там, его рубцы, это не сильный спорт. А если это девушка, и она очень серьезно переживает, даже если мы аккуратненько, красиво, внутрикожным шмом зашили то место, где мы брали грибень большой, то есть подвздошный курс, да, все равно ей не нравится, это некрасиво и прочее. Поэтому мы должны помнить и о том, что есть средства, которые позволяют нам, ну, бороться с тем, чтобы были, появлялись грубые после наших операций гиперпрактические эрукции. Ну, мне посчастливилось быть в клинике Верхово, Германии, несколько месяцев даже. Там даже 90-летнему человеку, вот, делали операцию, вот, какой-то в соседней комнате, и внутрикожным шмом зашивают все. Ну, как-то вот эстетика есть эстетика, есть эстетические, так сказать, эстетическое здоровье, это тоже очень важно. Ну, и вот мы пользуемся гелями, здесь вот представлен герматик. Зачем можно этот гель серитоновать? Ну, вот есть такой, это иностранная английская аббревиатура, такой термин T-E-W-L, это Trans Epidermical Water Loss, то есть потеря воды через кожу, которая происходит через повреждённую рубцовую ткань. Так вот, в норме этот самый индекс T-E-W-L равен 4,5 грамма, теряя рана, на квадратный метр поверхности тела, да? Так вот, когда формируется гипертопический рубец, он в два раза улучшается, ухудшается этот показатель, в два раза увеличивается, то есть потеря воды. Силикон прикрывает это, роговой слой ещё не созрел, силикон исполняет его функцию до тех пор, пока созреет роговой слой. И тогда рубец формируется, так сказать, достаточно хорошо, получается нежный, хорошо созревает. Ну, все мы, так сказать, знаем, какая серьёзная проблема тромбоэмболические осложнения, в том числе и у наших пациентов. Я недавно был на Янцевской конференции, и профессор Секелинда Владимир Данилович, заведующий кафедрой из Ростова, он сказал, вы знаете, у нас в клинике, они тоже много операций делают, ежегодно регистрируются 8-9 смертей в тромбоэмболии и овощной артерии. Вот, скажите, Сталай Васильевич потом в своём докладе продолжит ещё мою мысль, но я никогда не думал, что в Европе 347 тысяч человек в год погибает, это очень много. В России, вообще в Евразии 500, полмиллиона, да? К сравнению скажу, что на дорогах страны погибает 30 тысяч всего лишь, да? Это большая, тоже большое количество людей, но вот по сравнению с историческими осложнениями, вот смотрите, 6 миллионов, это на планете, 6 миллионов. Население города Петербурга ежегодно погибает от тромбоэмболии и овощной артерии. Ну, я вот принял рекомендации, которые были в Калининграде, и Николай Васильевич тоже был участником этой работы. Вот это всё было опубликовано в 2012 году в номере журнала «Кромодалъехать идеи России». И просто хочу напомнить про антикоагулянты, которые мы используем, и, может быть, предоставить некоторую новую информацию. Это-то информация старая уже. Есть антикоагулянты, которые блокируют 10-й амфактор в каскаде свертывания, да? Есть антикоагулянты, которые блокируют 2-й амфактор, это тромбик. Вот некоторые преимущества есть и у тех, и у других групп. Пароральный, у Сарелка, это блокадок 10-го амфактора. Радакс, это блокадок 2-го амфактора. Все гепарины и непракционированные гепарины, и низкомалекулярные гепарины, это непрямые блокады 10-го амфактора. Почему я забиваю эти в голову, почему я об этом говорю? Вот смотрите, блокирование 10-го амфактора – это антитромбатический эффект, да? Ингибирование 2-го амфактора – геморрагический эффект. Вот если препарат больше блокирует 10-й амфактор, то антитромбатический эффект усиливается, но при этом снижается геморрагический эффект, то, чего нам нужно достигнуть. Это как раз свойственно для низкомалекулярных гепаринов, которые имеют свою цепочку из нескольких сахаридов, и молекулы в 30-40 раз меньше, чем молекулы непракционированных гепаринов. Я хочу рассказать о препарате, ну, несколько слов буквально, которые у нас в клинике еще не используются, но препарат, на мой взгляд, очень-очень полезный. Парнопарин натрия – это низкомалекулярный гепарин. Вот смотрите, в чем тут, как сейчас молодежь говорит, фишки. Значит, молекулярный вес низкомалекулярного гепарина составляет от 4 до 6,5 кгдт. Средняя длина молекулы низкомалекулярного гепарина – это 15 моносахаридов. Это во много раз меньше, чем нефракционированный гепарин. Для одновременной инактивации фактора 10-го А, про который я и говорил, не 2-го А, 15-й бочка из 18 моносахаридов, 5,4 кгдт, как раз в этом их отвечает флюкс. И вот если его сравнить с надропарином, надропарин – это фраксопарин. Если его сравнить с надропарином, то показатели суммарной реканализации, а мы очень ждем этой реканализации, когда хотим человеку снова взять, вернее не снова, а взять на стол для эндопротезирования, а у него был тромбоз. Ждем, когда же будет реканализация. Так вот показатели у флюкса, вы видите, выше, чем показатели у фраксопарин. Значит, в чем преимущество? Высокая эффективность, антифракционный эффект сильнее, чем у гликсана, фраксимбарина и фракмина. А нам это и нужно, да? А геморрагический эффект безопасный? Меньший. Это вот как раз то, к чему я показывал табличку. Десятая фактор и вторая фактор. Неудобство, три формы выпуска. Ну, конечно, все мы очень рады тому, что появились паркоральные антикогулянты. Они позволяют, так сказать, не мониторировать. Вот, например, если мы вводим человеку нефракционированный гепарин, мы должны брать АЧТВ, активированный штик, там, вот, пластинное время и так далее. Если мы, там, даем человеку варфарин, мы должны смотреть МНО, там и так далее. Это все сложно и дорого и так далее. Вот, если мы назначаем, так сказать, пароральные антикогулянты, вот эти, то мы, так сказать, можем мониторинг этот с себя снять. Значит, у нас три сейчас на рынке в нашей стране препарата. Это добегатранодексилат, продакса, он широко у нас используется, ревороксабан, ксорелта, и тоже широко используется. И абиксабан, репис, но в наших клиниках он не используется. Вот портрет сравнения ревороксабан и ксорелта более эффективен, чем леноксапарин. Леноксапарин – это клексан. Ну, про абиксабан не будем говорить, у нас его нет. Добегатран эффективен так же, как леноксапарин. Это хорошо. Но у ревороксабана ксорелта риска выше, чем на леноксапарин. А у добегатрана риск сопоставим или несколько ниже, чем у каликсана леноксапарина. То есть вот просто мы все это должны знать, назначая тот или иной препарат. И вот еще несколько слов о продаксе. Мы широко используем и в выделении троматологии, и в выделении троматологии, и в продаксе. Вот, смотрите, что получается. Значит, два раза частота тяжелых кровотечений ниже, чем у эноксапарина. Эноксапарин – это... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok